Конкурсы красоты бывают не только для очень высоких и до безумия стройных. В проекте «Краса Евразии» принимают участие девушки реальных параметров. Лейтмотивом финального шоу стала знаменитая сказка о красавице и чудовище. Это проект как о внешней, так и о внутренней красоте. Это внеформатный проект, это не 90-60-90, никаких выходов купальников в нижнем белье в рамках данного проекта нет. Наши проекты отличаются тем, что мы действительно вкладываемся в них и у них действительно крутой призовой фон. Потому что у проекта «Краса Евразии» главный приз это уикенд во Францию. И девочкам, безусловно, это понравилось нашим участницам. Но как же тема любви без Парижа, поэтому решили сделать такой главный приз. Чтобы попасть в финал, участницы посещали мастер-классы и воркшопы, осваивали подиумный шаг и разучивали танцы. Эмоции, новые знакомства, ну и конечно же главный приз – корона и Франция. Это мечта моего детства – побывать во Франции. На самом деле внутри буря эмоций, просто сдерживаюсь как могу, просто феерично. Оценивали выступления финалистки и победительницы других проектов, которые на личном опыте знают, каково это выступать на публике. «У нас есть участницы не только из Челябинска, но еще и из Екатерины Бурга. Минимум одна дева приехала для того, чтобы показать себя, на что они способны и чему они научились в течение этих нескольких месяцев. Многие конкурсантки показали себя с лучшей стороны. Спор о том, кто все-таки станет главной победительницей, очень жаркий. Я вот сейчас на данный момент даже не могу сказать, кто из участниц является фаворитом, потому что мнения несколько разделились и вот эта сказочная атмосфера, она прям требует, чтобы накрадили многих. Но, к сожалению, это невозможно по условиям и очень сложно жюри сегодня. Каждая из них бесподобна. Мы с девочками знакомыми были уже на мастер-классе, который они у меня посещали, поэтому я уже заочно их всех полюбила, потому что те люди, которые действительно ищут в себе новые границы, бесподобные эмоции меня вызывают. Было легко. Сначала было сложно на этапе знакомства. Далее после знакомства, конечно, было легче, и они уже репетировали без меня, что мне было очень-очень хорошо. Как, девочки, как вы думаете, кто победил? Есть варианты? Наталья! Я не ожидала этого. Я, если честно, вот знаете, да, есть красная нить желаний. Я ее одела и загадала желание выиграть. Она на днях у меня порвалась. Я не поверила в это. Я думаю, блин, неужели это правда? Да. И когда назвали сегодня мое имя, у меня слов нет, я вообще, я очень счастлива. В нашем реальном мире так важно иметь возможность хоть на один вечер представить себя героиней волшебной сказки. Именно поэтому уже само участие в проекте приносит массу положительных эмоций. Кстати, регистрация четвертого сезона уже открыта. Заявку на участие в проекте можно отправить на сайте красаевразии.рф. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!